Пока они еще не видели сцену, на которой будут блистать на финальном шоу, зато импровизированный подиум уже стал для девушек родным местом. Здесь проходят ежедневные многочисловые тренировки. Отточить каждый шаг и взмах руки для 16 финалисток самого яркого шоу красоты «Мисс Гродно-2018» – та еще задача. Но каждая из конкурсантов справляется с ней. К примеру, для Каролины Урбановича нет ничего сложного. Приобщиться к миру моды и красоты девушка решила давно. Участвовать в таких конкурсах Каролина начала еще в школе. А год назад стала финалисткой «Мисс Университет» и на этом решила не останавливаться. Ну, думаю, получается практически все, особенно походка, потому что мы уже подготовленные девочки, которые участвовали в «Мисс Университет». Ну, а не получается, наверное, скорее всего, со временем, потому что тренировки каждый день, все плотно, нужно согласовать график там, с учебой кто-то работает, кто-то, ну, свои дела. А вот Ангелине Кашевой немного сложнее. Она самая младшая финалистка. Ей всего 16 лет. Это ее первый конкурс такого масштаба. Признается, волнение немного есть, но шаг к мечте уже сделан и нет пути обратно. Ну, конечно, переживала, потому что это как бы первый такой масштабный конкурс. Но в плане того, чтобы переживать так сильно настолько, что все старше, нет, я не переживала. Получается многое, но, конечно, до идеала далеко еще, потому что мало времени на тренировки, потому что это все в сжатые сроки надо подготовить. В этом есть заключается сложность. Эта репетиция для 16 гродненских красавиц точно стала особенной и запомнится надолго. Поддержать красавиц и поделиться своим опытом, а здесь действительно есть чему поучиться, пришла мисс Гродно прошлого года и первая вице-мисс Беларусь 2018 Маргарита Мартынова. Ее появлением тренировка само собой, разумеется, приостановилась. На девушку посыпалась гора вопросов и, конечно же, всем хотелось потрогать переходящую корону королевы красоты. Говорят, она удачу приносит. Я бы посоветовала быть в первую очередь самой собой, а также раскрыться полностью. Очень многие девушки боятся раскрывать себя, стесняются, но нужно как-то пересилить себя. Если есть какие-то, может быть, комплексы, зажатость, нужно это все преодолевать. И это залог успеха, я считаю, на таких конкурсах. Организаторы говорят, это самый внимательный и спокойный состав финалисток конкурса красоты мисс Гродно. Они ловят каждое слово преподавателей, особенно что касается дефиле. Теперь такую походку невозможно испортить даже кедами. Мы стараемся, наоборот, чтобы эта разница появилась на сцене. И для этого мы работаем с девушками. То есть работают стилисты, парикмахеры, балетмейстеры. Подбираются определенные коллекции одежды, чтобы они соответствовали образу девушек, которые мы хотим видеть на финальном шоу соу-конкурсе. Наряды, в которых самые привлекательные и обаятельные девушки Гродно, будут блистать на финальном шоу, пока скрыты от посторонних глаз. Так же, как и все то, что произойдет в конкурсе под знаком «Впервые». Но организаторы обещают грандиозное шоу и шикарные наряды. Впрочем, как и всегда. Будет много модных коллекций белорусских производителей и не только. Девушки на примерках волнуются. Я стараюсь подобрать девушке платье, чтобы она чувствовала в нем уверенно. То есть не заставляем одевать то, которое мне нравится, а стараемся подобрать платье в том, в котором девушка будет уверенностью чувствовать. Кто станет самой красивой девушкой Гродно, не знает никто. Брюнетка или блондинка с длинными или короткими волосами, опытная модель или обычная горожанка. Да и важно ли это? Все они, 16 финалисток самого красивого конкурса Гродно, борются не просто за титул королевы красоты, а за право быть лицом самого культурного областного центра страны. А это значит, что это статус, который нужно оправдывать каждый день на протяжении долгих лет. Яна Мельниченко, Гажан Батырджанов, Новости, Гродно+.